За шашлычников из Центрального парка заступился экс-заместитель Акимобласти Сергей Егубкин. Напомним, управление парками не заключило в этом году договоры с предпринимателями и потребовало снести все кафе. Почему бывший чиновник не поддержал нынешних коллег в нашем следующем сюжете? Никто здесь самохватом не занимался. Сергею Егубкину сегодня уже 80, но у него по-прежнему активная жизненная позиция. Сергей Константинович был заместителем Акимобласти в 92-96 годах. И сегодня он крайне недоволен тем, как ведут себя местные исполнительные власти. Те два дня назад заявили, что ни у одного из владельцев кафе в Центральном парке нет права там работать, потому что еще нет плана застройки этого парка. Как только мы закончим проект застройки парка, то конца этого года мы включим перечень земель, выставляемых на торге аукционы, по которому будет реализация земельных участков под объекты общественного питания. На сегодняшний день у вас оснований никаких для размещения на территории Центрального парка нет. Раз плана нет, то и нельзя говорить, что кафе незаконно построенное, считает Егубкин. Они строились в течение 15 лет и все эти годы с предпринимателями заключались договора. У нас сложилась ведь какая практика, когда начинают показывать документ, что вот я получил документ за подписью такого-то, который тогда-то работал тем-то, вам отвечают, он уже уволен. Все. Значит, это в том плане, что закон обратной силы не имеет. У нас имеет. Увалили чиновника, значит, и получается, что его решение не заплатно. В управлении парками и скверами объясняют, что хотят сделать вид парка современным и комфортным для горожан. Уж слишком много жалоб на дым от шашлыков, антисанитарию и шум на центральных аллеях, в то время как остальная часть парка безлюдна и заброшена. Предприниматели же готовы на отчаянные меры. Они остаются без средств к существованию. Мне как, затратив, значит, огромные средства, я должен убраться в течение семи дней. Это просто невозможно технически. Какое было предложено самое. Можно было бы до конца сезона хотя бы дать возможность нормально доработать. У меня тоже семья есть, ее кормить надо. Почему меня должны выгонять, как собаку? Бывший зам Акима Ягубкин обращается к нынешним Акимам города и области и требует оставить шашлычников в покое, пока не будет разработан план парка. Иначе нужно признать незаконными и остальные постройки в Центральном парке, в том числе и так называемое Дворянское гнездо, уверен Сергей Ягубкин. Три 16-этажки строятся законно на месте бывшей площадки юных натуралистов, где обучали детей любви к природе и к доброте. Нет. Так если вы уже хотите все узаконить, так вы же тогда узакониваете всех. Вот когда план будет, когда его утвердят, когда его рассмотрят, тогда будет видно. А сейчас всем понятно, что кто-то положил глаз, значит надо одних выгнать, а вторые заселятся.